Немецкие самоходные зенитки Гепард. Гроза вертолетов, калибров и танков. Зенитная самоходная установка Гепард, бронированная, автономная и мобильная система противовоздушной обороны, базирующаяся на шасси основного боевого танка Бундесвера Леопарда-1. Зенитная самоходка Джепард была изготовлена компанией Краус Мэффи Вегман, КМВ, базирующаяся в Мюнхене, Германия, и поставлялась в вооруженные силы Бельгии, Германии и Нидерландов. Она была разработана еще в 1960-х годах, то есть, это не новая конструкция, но как и в случае с другой военной техникой, это вооружение претерпело несколько модернизаций. На протяжении многих лет Гепарды были основой германских противовоздушных сил, их также использовали другие страны НАТО, Нидерланды и Бельгия, а сейчас они находятся на вооружении в Бразилии, Иордании и Румынии. Программа модернизации Схема модернизации Гепардов предполагала интеграцию возможностей зенитной самоходки, улучшение эффективности поражения целей благодаря увеличению дальности действия, сокращение времени реакции, улучшенную самозащиту. Основным направлением программы модернизации была установка новых систем управления огнем, приборов для измерения начальной скорости снаряда и сертификации новых фрагментарных бронебойных боеприпасов ФАПС. Сеть командования, управления и связи нидерландской версии Джепард включает в себя новую систему управления ТИКС с радиостанцией FM-9000 от Талас-Неделанд, ранее Сигнал. Система связи для немецкого Джепард, ХФЛА-ФАССИС, включает в себя новую радиостанцию с М-93 от Сел-Элкотелдж. Первые поставки модернизированной техники были произведены в 1998 году, а программа была завершена в 2005 году. Германия модернизировала 147 систем. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. Гепард оснащен двухместной башней с двумя 35-мм орудиями Эрликон КДА с автоматической ленточной подачей патронов. Длина ствола 90 калибров, 3150 мм. Скорострельность двух стволов составляет 1100 выстрелов в минуту. Боекомплект каждого орудия состоит из 320 снарядов для поражения воздушных целей и 20 бронебойных снарядов для стрельбы по наземным целям. Пушки способны стрелять стандартными боеприпасами, включая новые снаряды ФАПТС. Начальная скорость снарядов превосходит 1440 метров в секунду. Джепард оснащен 8-ю выхлопными трубами, установленными с обеих сторон башни. Каждая пушка имеет скорострельность 550 выстрелов в минуту, а эффективная дальность стрельбы 5,5 километра. Пушки могут использовать два вида боеприпасов, стандартные и противотанковые. Компания КМВ также разработала для Джепард ракетный комплекс с использованием зенитно-ракетной системы Stinger. Двойная пусковая система Stinger установлена сбоку от пушки на едином блоке. Гепард имеет цифровой компьютер управления огнем от ИАДС. Зенитный самоходный комплекс Гепард оснащен двумя независимыми радарами, поисковым и отслеживающим. Поисковый радар работает в диапазоне S в немецкой версии и X в нидерландской версии, а радар слежения, в диапазоне Q в немецкой версии и X, К в нидерландской. Радары обеспечивают круговое сканирование с одновременным отслеживанием цели, подавлением помех, возможностью поиска целей во время движения и моноимпульсным режимом слежения. Поисковый радар из диапазона, установленный на немецком Jepard, имеет дальность действия 15 километров и способен противодействовать помехам с уровнем сигнала до 60 дц. Радар отслеживания Гепарда, работающий в диапазоне Q, имеет радиус действия 15 километров, устойчив к помехам с уровнем сигнала до 23 дц. Гепардом управляет экипаж, состоящий из трех человек, водителя, наводчика и командира. Место механика водителя, впереди справа, слева от него расположена вспомогательная силовая установка, а командир и наводчик размещаются в башне. Экипаж защищен обычной стальной броней. Эти зенитно-самоходные установки способны действовать в любых погодных условиях. The Sugeppard многое позаимствовал именно от танка Leopard 1. Вспомогательной силовой установкой Гепарда является дизельный двигатель Daimler-Benz с жидкостным охлаждением 66 киловатт, типа М314. Генератор используется для двух управляющих башни электродвигателей, которая может с их помощью вращаться на 360 градусов. Стоит также упомянуть, что зенитно-самоходные комплексы Jeopard переняли у танка Leopard 1 не только шасси, но и коробку передач, а также выхлопную систему, благодаря чему они имеют более низкую тепловую сигнатуру. Хотя из-за недостаточной дальности поражения целей огонь зенитной самоходной артиллерийской установки менее эффективен, чем использование ракетных систем ПВО, но он более экономичен. Гепарды могут весьма эффективно действовать против тактической авиации противника, особенно против ударных вертолетов. Их можно использовать для поражения крылатых ракет типа Калибр, а также для уничтожения танков и другой бронетехники противника. В то же время, это возможно будет проверить только на практике, поскольку необходимо, чтобы разрешения радиолокационной станции сопровождения и наведения хватало для захвата таких целей. Для понимания, если оператор Гепарда увидел цель на радаре на максимальной дальности 15 километров, то для ее идентификации, захвата и уничтожения у него будет всего около 30 секунд.